Садоводы, опытники выращивают сеянцы, у многих на растениях, как вы понимаете, нет ничего константного. То есть большое количество в садах сейчас есть спортивные пламени, или почковая мутация, которые, если в последующем проверить, что это не химера, а именно спорт, это практически готовый новый сорт. И таких новых сортов, новых спортов в каждом регионе много. Но, как вы понимаете, если мы сейчас их не найдем, не сохраним и не поделимся друг с другом, эта веточка, это спортивное пламение, она через определенный промежуток времени, согласно законам природы, состарится, отомрет и исчезнет. А если мы с вами эти сейчас формы найдем, друг с другом поделимся, и, соответственно, у нас с вами, как мы будем говорить так, гибридный фон, он огромный, но он сейчас никак не работает на садоводах. Я прошу прощения, Тимур Маратович, пока не забыл, склерозник. Вот вы сказали о приобретении. У вас какой-то есть служба какая-то, которая занимается реализацией? Нет, значит, Петра Николаевич, здесь смысл заключается в чем? Не только, да, конечно, желательно, чтобы это через нашу службу все шло, но это не обязательно. То есть, идем речь, потому что мы, приобретая на рынках, мы не знаем, что мы приобретаем. Мы запрашиваем одно, а нам подсовывают совершенно другое. Поэтому хотелось официально, через наруку, получить стопроцентную гарантию того, что мы просим. Вот о чем речь. Петра Николаевич, здесь проблема в том, что я, вот, как сказать, вот этот вариант был у меня первоначально... Города просто, если нет, то, значит, это нет, потому что это не от вас зависит. Петра Николаевич, давайте вопросы в конце лекции, пожалуйста. Не, я, пожалуйста, сейчас пояснение сделаю, чтобы было сразу понятно. То есть, составление каталога нужно для того, чтобы мы... Вот, садовод знал, что, допустим, в таком-то районе, в такой-то области есть товарищ, и потом такая горма есть. То есть, можно к нему приехать, либо, если достаточно далеко, посмотреть характеристику фотографий, как по годам были у этой продуктивности, у этой формы, какие результаты, да. И, соответственно, можно приехать, взять черенок и привить у себя. Многие садоводы это могут сделать. То есть, я же говорю, я пытался через Министерство сельского хозяйства создать, создать, чтобы в каждой области был такой пункт, и чтобы там вот эти формы нашли, размножали и людям давали. Но, к сожалению, как вы понимаете, государство пока на это не хочет тратиться, а создать такую службу за преподавательские деньги, как сами понимаете, пока, к сожалению, нереально. Да, в этом направлении надо двигаться. Многие, если мы сейчас с вами найдем формы, да, и они очень интересны, в каждой области есть либо садоводы, либо фермеры, даже есть какие-то фирмы, которые занимаются вот размножением, да, но они чаще всего сейчас, как сказал Петер Никонович, привозят нам какие-то садоводы из других регионов, которые чаще всего могут вообще не подходить. Если такие формы у нас появятся, и через цены мы сможем их убить, чтобы они их террорировали, раз мы им будем давать их на террорирование, мы их будем контролировать, и потом можем садоводным сказать, что, слушай, вот в этому фирму или к этому фермеру, ты можешь прийти и вот такую-то по характеристикам форму у него купить. Но пока нам надо хотя бы, давайте мы с вами создадим, чтобы мы знали, где есть эти формы, тогда у нас возможность будет, у тебя есть одна форма, ты себе что-то сделал, вот где-то недалеко есть интересная форма, ты ему выслал свое, он тебе выслал свое. Это тоже может сработать. Значит, это хороший вариант, я не говорю, что он единственный, но это возможный вариант, но на данный момент его нет, его надо нам с вами создать. Я к этому стремлюсь и призываю, чтобы вы мне об этом вопросе помогли. Я считаю, что это будет очень хорошо. Значит, третий пункт, это проведение обучающих курсов и обмен опытом между садоводными в зимний период. Как вы понимаете, зимой времени немножко побольше, за лето там нафотографировал, что-то там наделал, с учетом того, что ты потом с кем-то хочешь делиться, да. И зимой вот так у нас с вами выходных много, да. Сегодня я, послезавтра Алексей Юрьевич, потом Олег Константинович, потом Петр Никонорович. Много. У кого есть чем-то поделиться, он поделится. Люди послушают, что будут они у себя применять, не будут ли они применять, насколько это для них применимо, но это будет очень полезно. По крайней мере, как сказал Петр Никонорович, это есть информация к размышлению. Для того, чтобы осмыслить и подойти к каким-то вопросам, может быть, немножко с другой стороны. Чем больше мнений, чем больше опыта, тем лучше результат. Ведь чем ценность опыта, чем больше опыта, тем больше мы знаем тонкости и особенности проведения растений и результаты, которые будут в каких-то наших технологических действиях. Ну вот, на данный момент я вот эту работу по сбору информации веду через сообщество ВКонтакте. Это, собственно, называется «Северное садоводство» с Баулиным Арсаном Юрьевичем. Поэтому, если у кого что-то, какая-то информация будет, у нас там тоже есть определенные интересные моменты выложения, можно посмотреть. Значит, ну и мы будем рады, если кто-то туда подсоединиться, пригласить своих друзей, знакомых. И мы начнем работу по спасению утопающих. То есть у нас в России дело спасения утопающих, это дело самих утопающих. Я хочу его активировать. Насколько мне это получится, не знаю, но я стремлюсь. У меня все. Надеюсь, что я достаточно интересную информацию дал. Пищу для мозгов. И поэтому сейчас готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Коллеги, спасибо огромное. Спасибо. Алексей Юрьевич, пожалуйста, вы хотели задать вопросы, хотели дать слово Валерию Константиновичу. Нет, 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 я даю слово Валерию Константиновичу обязательно. Так, мне отвечать, да? Нет, ну вы хотели спросить, что до Александра Юрьевича? Да, да. Мы все дома. Несколько, пока была беседа, я несколько вопросов записал. Вот, понимаете, как, я говорю для всех. Я не беседую с Александром Юрьевичем. Мы с ним старые друзья, старые знакомые. И, наверное, эта дружба наша, она помогла. Вот, и еще поможет. Знаете, какой интереснейший вопрос. Вот, Александр Юрьевич, когда вы мне спустя много-много лет дали второе задание, прислали официальную бумагу. Я представляю институт, я был такой гордый, и когда я для вас собрал две посылки, одну со своих деревьев, а вторую с абаканских, у нас всего два центра, так? Там у вас было жесткое требование. Вот мне это непонятно. Жесточайшее требование. Валерий Константинович, косточки должны быть с корнецовских деревьев, с непривитых. Вы себя не ограничили таким путем, а? Вот вопрос. Право в лоб. Здесь как, мы не ограничиваем. Потому что, чтобы вам было понятно, да, я на этом оброшу очень сильно. Значит, я вырастил, то есть я собирал яблоки, груши, у соседей в саду, на рынке, в магазине покупал, да. Вот я вырастил 17 тысяч сеянцев яблони. 17 тысяч. 17. Значит, и 17 тысяч, только 6 форм имели размер в кулак. Но и эти формы были горькие и терпкие, их и есть было невозможно. То есть 16 тысяч сеянцев, с привитых растений, да, отличных вкусовых качеств, и ноль выхлопа. То есть я это повторять опыт не хочу. Значит, вот здесь исключение какое можно сделать. То есть, вот я же говорил, вы же мне присылали, это у вас же были косточки сельцев, у вас тогда еще практически не было. Это у вас были привитые с маньчжурского абрикоса. С вашего уникального абрикоса, который имел свои неплохие вкусовые качества. И вот когда у него были неплохие качества, да, у самого подвоя, плюс туда что-то подмешалось хорошее, да, добавок. И там вы учитываете еще этот факт, что у вас были подвойные формы. Вы же на молодые сеянцы прививали маньчжурки. И вы прививали кривой, который был уже всех сортов, которые имели хорошие характеристики. За счет этого у вас по мячуриным происходило менторное воздействие. То есть подвой он мощный, но он молодой. И те формы, которые были хорошие в косточках, они в большей степени сохранились. Ведь вот то, что мы не признали, я говорю, 30% косточек голова, они были привитые. Но они дали же шикарный вкус. Но это же только тогда, когда хорошая подвойная форма. А ведь сейчас абрикосы прививают либо на сибирский абрикос, либо на бисеев. Соответственно, никакого вкуса, который мог сдвинуть подвой в какую-то хорошую сторону, нет. А наоборот, все происходят. Поэтому здесь надо желательно... Мы же, когда людям дадим такие косточки, то есть нам желательно знать, что мы их не подведем, что не вырастет дичок. Потому что, да, конечно, можно потом перепривить. Это не такая же большая проблема. Но ожидание человека, что у тебя будет вкусно и хорошее само, есть прививки. Либо тогда тебе надо прививать. Это уже совсем другое. Поэтому я это говорю не из теории. Я больше практик, чем теоретик. Я это делаю на основании своих собственных ошибок. Так, меня такой ответ устраивает, потому что у вас получается как? Ваши 14 гектаров – это будущее распространение по всей России. И я в таком же положении, в вашей шкуре. Я продаю косточки тысячами. Продаю. И я вынужден все время говорить. Я не гарантирую результат. Фотографии у меня такие, что крыша в людей едет. А что с косточки будет, непонятно. Правильно? Вот. Поэтому тут дальше уже можно не продолжать эту тему. Можно. Время не так, чтобы сказать целый день. Я буду самый ценный вопрос задавать. Свои. Смотрите. У вас северное садоводство. Вы там собираете информацию. У меня сайт называется садовода Железова по-русски. И вы на сайте. Там тоже собирается информация. Далее. Насчет... Это я к чему говорю? Что надо так. Я вот это записал. Северное садоводство с Ваулиным. Чтобы когда человек наберет вот эту, так, допустим, в Яндексе, он попадает к вам. И я так громко говорю. Информация по всем редким поклонам, по спорам. Все это к Ваулину. Так и скажу. У меня завтра вебинар. Я предлагаю такую форму еще. Знаете. Вот. Я не знаю, будет ли продолжение. Ну, следующее воскресенье мое. Ладно. А будет ли еще продолжение? Сейчас я вопрос задам организатору. Вот. Или это последняя видеоконференция в этом году? Галина Константиновича. У нас конференции проходят в настоящее время каждую неделю. Вот формат конференции и тему мы определяем. И я думаю, коллеги меня поддержат. Мы с огромнейшим удовольствием еще раз, и я думаю, не раз пригласим Александра Юрьевича. Так. И тогда вот такое дело. Мое предложение. Смотрите. Я провожу завтра вебинар. Так. Я на вебинаре должен. Ваши. Вы мне даете данные. Я скажу. Вот понедельник вебинар. А в воскресенье, будьте добры, а у меня же там хватает этих, как их называют, слушателей. Я их всем призову присоединиться к вашей конференции. Мне для этого уже данные. От вас там, как это называется там, все эти пароли. Явки, пароли. Да. Явки, пароли. Вот прошу вас отдельно со мной связаться и выдать, чтобы я мог выдать людям готовность, чтобы они, мои слушатели, постоянные, у них много, присоединились к вам. Раз. И второе, значит, я хочу, чтобы вот сейчас, кто меня слышит, присоединились, наоборот, чтобы получилось в сумме плюс на плюс, присоединились к моему вебинару. Он у меня завтра в понедельник, 16 часов. А информацию я просто громко говорю. Сайт Садова-Джелезова, гостевая книга и свежая информация. А там, как присоединиться, как зарегистрироваться, у меня прибавятся слушатели, и у вас прибавятся слушатели. Вот такое организационное предложение. Владимир Константин, живем мы в век интернета, я ваше предложение принимаю. Ага. И это, как еще уточнить, 16, 16 на 0, это по какому времени? Это по Москве, но этого мало, надо зарегистрироваться. А у меня, вы просто набираете по-русски три слова в Яндексе, сайт Садова-Джелезова. И там гостевая книга, и там свежие объявления, там идет яростный спор. Знаете, кого там не хватает? Александра Юрьевича. Я не говорю, тут еще, наверное, какая-то специалисты, вот, среди тех, кто меня слышит. Но дело в том, я официально заявляю, я представляю собой любительского садоводства. Меня постепенно выбрали в лидеры, даже назвали, знаете как, руководителем секты. Многим не нравится, что это. Шаманом. Так вот, да, и шаманом прибавку. Так вот, я к чему говорю? Значит, Александра Юрьевича не хватает, моей гостевой, там такое творится. Иногда я уже не суюсь, потому что с двух сторон прилетит. И главное, что все правы. Просто каждый видит в своем огороде, а другой в другом. А о том, что это, никто не знает, какое излучение почвы. Это что, пустяк? Излучение состав почвы. Так ведь? Где воды, близко, далеко, и еще 10 пальцев загну. Вот. Нам нужно дружить, нам нужно, это, давайте ваши ко мне, а мои к вам. Вы мне дадите информацию, я у себя в гостевой буду давать объявление. В воскресенье состоится очередная видеоконференция и вот эти данные, вот как мне прислали. Вот. Чтобы побольше было и тут, и там. Тем более, я как раз лектор. Спасибо. Еще можно? Вот. Вопросы по мелочам не буду. Александр Юрьевич, ой, это самое. Я хочу что сказать. На данный момент, среди ученых, вы номер один, что касается садоводства и абрикосоводцев. Почему? Я слежу за всеми. У меня такая это. Я был на сайтах всех, это, Мичуринских, этих самых, Тимирязевских и прочее, прочее. Вот. Вот. Сейчас, кроме вас, двигать некому. Это я говорю громко. Пусть разойдется где угодно. Если только у вас после этого не уволят, скажут, это самое. Нам умные не нужны, нам нужны верные. Но тут узкий круг. Вот. И вот это хотел сказать. Я вас слушал с огромным удовольствием, да? Вот. Особенно, что касается собрать всю информацию. У нас был такой, он на пенсии Дускобилов. Его вся роль была. Он обследовал сотни тысяч садов. У него осталось, это я вам говорю, как секрет. Вы с ним одного... Ира, у меня вебинар, семинар. Я перезвоню. Вот. У него уникальное досье осталось. Он на пенсии. Вот. Тысячи телефонов, тысячи адресов. Уникальная роль его, когда у нас был самый расцвет садоводства, который не имел равной. Я в прошлом времени говорил. На всей территории России, вообще, включая Тимирязовку, включая все любительские промышленные сады. И эти, и любительские. Вот. Могу дать его телефоны, связывайтесь. Он мне еще вчера звонил, просит черенков. То есть еще не успокоился мужик. Абрикосов. Вот это вот информация для вас лично. Уйдет это досье и с концом. Он давно на пенсии. Он с последних сил работает, зарабатывает деньги, выращивает. Саженцы на продажу. А так как там будут мои черенки, то качество саженцев гарантировано. Сами понимаете. Вот этот момент хочу вам отметить. Вот. Я не знаю, надоело вам или нет. Значит, теперь, значит, так. Пользуясь случаем.